Нужды Аминь В сиянии царя Блеск величия Пусть вся земля поет В радости поет Он в свет оден себя И в страхе меркнет тьма От голоса Его От голоса Его В сиянии царя Блеск величия Пусть вся земля поет В радости поет Он в свет одел себя И в страхе меркнет тьма От голоса Его От голоса Его Наш Бог Так велик Пой со мной Наш Бог Так велик Пусть видят все Наш Бог Наш Бог Он стоит в веках Все дни в Его руках Начало и конец Начало и конец Господь Господь Наш Три Иди Дух Дух Отец И сын Огнец он лет Огнец он лет Наш Бог Так велик Пой со мной Наш Бог Так велик Пусть видят все Наш Бог Наш Бог Так велик О, Наш Бог Наш Бог Так велик Пой со мной Наш Бог Так велик Пусть видят все Наш Бог Наш Бог Так велик Он превыше Он превыше Все имен И все полны Достойки Дух 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 Наш Бог Так велик Он превыше Он превыше Все имен И все полны Достойки Дух 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 именно это вместе призри на нас приди духом своим святым и произведи ту работу которую ты должен произвести ноги нам открыть наши сердца наш разум для принятия слова твоего для действия духа твоего внутри нас который преображает нас в образ и подобие сына твоего иисуса христа который нас взращивает в полную меру его возраста господь помоги им нам отвечать на твои позывы на твои действия помоги нам реагировать не быть с мертвыми а быть живыми теми людьми которые чувствуют куда ты нас ведешь и что ты хочешь с нами сделать господь благослови сегодняшнее собрание и дай переживать твое присутствие и дай переживать твое действие чтобы каждый из нас он получил откровение которое будет способно изменять нашей жизни направляя или утверждая нас на путях истины спасибо тебе иисус спасибо тебе господь за твою любовь которую ты являешь в отношении нас каждый день подтверждая ее и весь народ скажет аминь слава господу воздайте богу хвалу он достоин и давайте поблагодарим группу прославления спасибо вам спасибо вам братья и сестры присаживайтесь в любви божий повернитесь к своему соседу и скажи не переживай ты находишься в самом безопасном месте скажи ему не переживай ты находишься в самом безопасном месте это действительно так потому что в присутствии божьем или под крыльями его и есть самое безопасное место и хотел бы присоединиться поздравлением который озвучил здесь геннадий он сорвал все слова с губ скажем так все выговорил все сказал уже даже не знаешь что добавить вот так бывают твои же помощники тебя и обкрадут но но ничего молодец хорошо сказал да правда очень сильно нам мужчинам повезло некоторые сказали ну ты чудо вас нет я хочу утвердительно сказать нам очень сильно повезло что господь он так устроился в этом мире что есть мужчина и есть благословляющая мужчину женщина спасибо вам дорогие сестры спасибо вам дорогие жены спасибо вам дорогие девушки женщины за то что вы просто есть а тем более вы в христе слава богу за вас вы мы уже кровью иисуса христа стали одной семьей породнились скажем так и вы драгоценны для нас даже в том обличии что вы сестра и хотел бы чтобы сейчас мужчины встали и прослушали эту проповедь стоя а женщины а женщины посмотрели а ты что не мужчина там сидишь кто не мужчина тут сидит вы что мужчины все встали женщинам не надо вставать а дорогие мужчины давайте сделаем следующее действие мы сейчас трижды скажем громко что наши женщины благословлены и помазаны Давайте вместе. Наши женщины благословлены и помазаны. И давайте мы им поаплодируем. Дорогие женщины, поздравляем вас с этим женским днем. Присаживайтесь, мужчина, не надо будет стоя слушать проповедь, слава Богу. Аммистия. Почувствовали, как приятно, когда аммистия? И давайте мы поприветствуем также всех телезрителей, которые смотрят нас в прямом эфире в соцсетях и на канале Вера24. И также мы поздравляем всех женщин, которые сегодня присоединились к нам по этим каналам. Давайте мы поаплодируем им и поприветствуем их. Слава Господу. Наверное, вчера женщинам хорошо отдыхалась. Не знаю, как у кого, моя жена, я хотел уже дверь закрывать, пришла очень поздно. Хотя сказала я так на часок. Думаю, это хорошо, что сказала на часок. Когда бы она пришла, если бы не на часок. Ну, слава Богу, говорит, было очень замечательно. Я верю, что вам было хорошо, да? Сестры, хорошо вам было? Да. Вы чувствовали, как братья вас благословили, когда на мужском выезде были? Слава Богу. Я посмотрел фотографии, у вас столы гораздо лучше были, чем в кафе Ашо Цифирян. Вы молодцы, хорошо, все сделали, устроили. Вы знаете, что у нас мы объявили месяц семьи. Конечно, у нас вся жизнь в семье должна проходить. Но мы это сделали для того, чтобы больше говорить этот месяц о семье. Я буду сегодня начинать проповедовать о семье. И все гости, которые будут приезжать, они тоже в этом месяце будут говорить о семье. И закончится этот месяц 15 апреля, это будет понедельник, тем, что мы проведем семейный вечер. Мы соберемся, все, кто будет желать, потому что это будет стоить денег. И семьи будут вместе вкушать пищу, вместе радоваться жизни. Если вы пожелаете, то позже будет объявлена регистрация на этот вечер, и вы все соберетесь так. Также у нас проходят сейчас семейные курсы, и все те пары, которые пройдут эти семейные курсы, они там именно будут поздравлены, получат сертификат или что-то еще, подарки какие-то. И мы послушаем от них свидетельство, что в их жизни сделали семейные курсы. Так что вот такой вот план. И сегодня я хотел бы начать проповедовать. И моя тема сегодня, или название проповеди, называется следующим образом. Двоим лучше. Скажи, двоим лучше. Я сегодня буду так спокойный, постараюсь спокойно, усыпляюще проповедовать, чтобы вам было хорошо, и вы так почувствовали, расслабились, и увидели, что пастор тоже может без криков проповедовать. Вот сегодня так будем с вами двигаться. Ну, постараюсь, по крайней мере, может быть, не получится. Хорошо. Друзья, наверное, я не ошибусь, если скажу о том, что каждый из нас пришел к Иисусу Христу из-за нужды, которая была в его жизни. Кто-то столкнулся с проблемой наркотиков или алкоголя, кто-то столкнулся с непослушанием своих детей, кто-то столкнулся с отсутствием финансов, а у кого-то, может быть, внешне было все хорошо, но внутри была пустота, и он не знал, куда себя деть, он не знал, кто он, для чего он создан или рожден на этой земле, что ему делать, куда идти. Все цели вроде были достигнуты, и новых никак не было возможности поставить. И лично я пришел к Богу из-за того, что у меня было неустройство в моей семейной жизни. Я родился в обычной среднестатистической семье Советского Союза, в небольшом поселке городского типа, который был населен примерно 10 тысячами людей. Мой папа, он был завсегдатом мужчиной того времени, который занимался работой, домом и домашними делами, направленными на обеспечение своей семьи. А между этими делами он, как и все мужчины, или большинство мужчин того времени, выпивал в шумной компании и приходил домой. Моя мама, она была тоже обычной женщиной того времени, она работала, растила детей и каждый день ждала своего мужа с работы домой, надеясь на то, что он придет трезвым. И мы надеялись все на это. Потому что когда папа приходил выпившим, я не скажу, что он алкоголик был, но когда он приходил выпившим, обязательно в семье разгорался скандал, который никому не нравился. Мои родители, они получали скромную, абсолютно скромную зарплату, и которой хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами. И у нас никогда не было достатка. Скорее, можно сказать, мы жили вне достатки. И я всегда завидовал ребятам, у которых родители могли им что-то позволить. Тогда не было, как сейчас, не было гаджетов, не было столько одежды. Я помню, как я так хотел кроссовки. Адидасовские кроссовки хотел. Но моя мама не могла их себе позволить, не только потому, что они стоили дорого, но их и даже взять негде было. И помню, как мой друг-одноклассник, он мне подарил поношенные, потрепанные кроссовки своего старшего брата. А я и так шпиндель был, а еще старший брат. И у него размер-то там, наверное, 42-й был, а у меня на тот момент 35-й с половиной. И я помню, я одел эти кроссовки, моя нога ровно до половины дошла этого кроссовка. Но мне так их хотелось, что я набил туда ваты и пошел гулять в этих кроссовках по улице, любуясь собой, какой я крутой парень, в адидасовских кроссовках иду. Это, наверное, выглядело смешно, потому что они смотрелись половиной моей ноги. Они были как хвасты на мне. Когда пришла моя мама, увидела чужие вещи, она сразу же меня отругала и заставила отнести их назад. Мы так жили, нам не позволялось там носить чужие вещи, потому что мы пользовались тем достатком, который был в нашей семье. Я вырос в такой семье, друзья, где отец никогда не говорил мне, что он любит меня. И он никогда не вдохновлял меня, он никогда не обнимал меня, он никогда не говорил, что я любимый сын у него. Меня мотивировали розгами и упреками. Розгами и упреками. Вот так вот поступал мой отец. Он был такой жестокий, суровый мужчина. И он считал, что каждый мужчина должен быть мужественным, что в его переводе жестоким и твердым и неспособным проявлять свои чувства и эмоции. И когда он меня наказывал и видел, что я могу заплакать и выронить слезу, его наказание ужесточалось. Он мне говорил всегда, мужчина никогда не должен плакать. И я благодарен своей маме, конечно, которая компенсировала с лихвой недостаток отцовской любви. Она вкладывала в нас детей. И она всегда хотела, хотела, чтобы у нас было все так же, как и у остальных. Я помню такой случай, когда она купила мне кожаные ботинки, уже нормального размера, все уже с ними было хорошо. И они примерно стоили, я не помню сейчас, рублей 10. Но когда она приходила домой, и отец ее спрашивал, она всегда называла цену в три раза ниже, для того, чтобы не беспокоить его, и для того, чтобы он не разозлился, почему она мне купила такую дорогую обувь. Вы знаете, моя мама, она хорошо готовила, она относилась к нам с такой нежностью, с такой любовью, что до сих пор я ей благодарен. Насколько она была вот такая добрая, и пыталась сделать все, чтобы мы чувствовали себя хорошо, не хуже, чем другие. Мы не чувствовали бы, чтобы мы не чувствовали себя ущербными. Потому что она всегда нас смотрит, и я хочу поблагодарить ее и сказать спасибо. Давайте мы ей дадим долю аплодисментов. Ну, знаете, я заметил в своем сердце, однажды анализируя, что я и на отца ни грамма не обижаюсь. Он воспитывал меня именно так, как знал. Так, как знал на тот момент, ему никто не подсказал. Может быть, он и сам так воспитывался в своей семье. Он сделал все от него зависящее для того, чтобы я вырос хорошим мужчиной. И я ему благодарен. Я не обижаюсь на него ни грамма. Я благодарю его за то, что он все-таки умудрился какие-то качества, может быть, не совсем правильными методами вложить меня. И я сегодня благодаря своему отцу имею то, что имею. И я ему благодарен. И у меня нет ни грамма, никакой обиды. Потому что время такое было без Божьей, друзья, было. Время такое было. Но я рос в этой семье, вот в такой семье, и думал, что придет время, когда я создам свою семью. И вот в ней-то у меня точно будет все по-другому. У меня точно не будет так, как было у моих родителей. Я точно буду любить свою жену, своих детей. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы они были счастливыми. И пришло время, я создал свою семью. Ну, знаете, как бы я ни старался, я видел, что того счастья, которое я хотел, в моей семье тоже так же не было. Да, мы жили неплохо, но наш семейный корабль раз за разом постоянно натыкался на рифы, получал пробоину и шел ко дну. И приходилось заново вычеркивать воду из трюмов, вытаскивать грязь и тину, которая туда затекла вместе с водой, и начинать все заново. Этот брат нельзя было назвать неудачным или плохим. Он был нормальный, но он был нестабильный. Знаете, такое выражение, качели. То было очень хорошо, то было очень плохо. Не было какой-то стабильности, не было будущности. И внутри тебя. И ты просто жил, потому что жил. Потому что надо было жить, потому что была семья, потому что была жена, потому что ты должен быть верный, потому что ты должен быть отцом, потому что ты должен, должен, должен. И ты вот так жил, и неразвития не было никакого. Это напрягало. И все силы уходили на то, чтобы поддерживать, поддерживать внутри семьи мир. Это не делает человека абсолютно счастливым. И порой ты убеждаешь себя, что все хорошо, но видишь, что не все так и хорошо. И потом однажды я познакомился с верующими людьми. Один из них был, это Владимир и Надежда Арутюнова. Я познакомился с их семьей, мы стали дружить. И вдруг я увидел у них нечто другое. Нечто то, что я искал в своей семье, но никак не мог сделать. Я увидел, что его жена, она как-то уважает его, как мужчину. Меня именно это подкупило. Я не смотрел на ту часть, как мужчина любит свою жену. Меня подкупило, что жена так послушна мужчине. Моя супруга не так. В чем дело? Я знал на тот момент, что они армяне. И я думал, ну, скорее всего, это вот именно в их традиции, в их воспитании заложено почитание мужчины, уважение к мужчине. Пока однажды не увидел в восточных женщинах, женщин, как они относятся к мужчинам. Мои иллюзии рухнули. И потом я узнал, что его супруга, она вообще гречанка. И я понял, что, скорее всего, здесь не в воспитании дело и не в традициях. Потому что, может быть, раньше так и было в восточных народах. Но сегодня, когда я смотрю на ситуацию в нашей стране, на ситуацию в восточных народах, я вижу, что там тоже нет уважения и почтения, если они живут без Бога. Я вижу, что эти рамки, они стерлись, потому что вот это востребование женщины своих прав, оно сыграло злую шутку с ними. Оно сделало так, что они перестали уважать мужчин. Они требуют и истребуют свои права быть равными. И неважно, в каком народе сегодня живет женщина. Потому что вот это смешание культур и насаждение какой-то общепринятой, мировой, непонятной культуры, оно играет злую шутку с нашими семьями. И я понял, что дело не в их воспитании. Есть что-то другое, когда смотрел на их семью, что связывает их въедино, что делает их какими-то особенными, другими, отличающимися от семей, которых я знаю. Я тоже хотел, чтобы моя семья была счастлива, но я не мог никак найти эту формулу счастья для себя в семье. Потому что как бы я ни старался, как бы я ни прилагал усилия, у меня ничего не получалось. Но когда я глядел на них, я видел, что у жены есть силы уважать и почитать, и послушаться своему мужу. А у мужа есть откуда-то силы любить свою жену. И я думал, где они берут эти силы, пока однажды мысль, как молния, не пронзила меня. И я понял, между ними есть что-то, что связывает их въедино. И я увидел, это Бог. Бог, сказал я себе, вот, что не дает нам быть счастливыми. У нас нет Бога в наших отношениях с супругой. Вот, что не дало быть счастливыми. И в этом написании я наткнулся на такие слова в книге «Экклесиаст», которую я хочу сейчас вместе с вами прочитать. Книга «Экклесиаста», 4 глава. С 9 по 12 стих мы с вами читаем. «Двоим лучше». Это название проповеди. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же если ляжет двое, то тепло им. Одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Друзья, мудрый царь Соломон, о котором Бог сказал, что не было ни до него, не будет после него мудрейшего человека, чем царь Соломон, сказал такие слова, что «двоим лучше, нежели одному». И послушайте, когда Бог создал человека, Адама, Он посмотрел на него и сказал, «Плохо человеку быть одному». Создадим ему помощника, подобного ему. То есть причиной создания семьи были именно слова, выраженные Соломоном. «Плохо быть человеком одному». Послушайте, Бог, когда увидел, что человек один, Он не создал клуб по интересам, Он даже не создал церковь, друзья, Он не создал бизнес для человека, Он не создал сразу детей для человека, Он не создал школу, учебные заведения, или еще, где человек находится в общности, или какое-нибудь питейное заведение, где человеку хорошо, и он там веселится. Он не создал даже море мол, друзья, где женщины чувствуют себя великолепно, в изобилии всякой одежды. А для мужчин Он не создал авторынок, Он создал семью. Он сказал, в семье человеку будет хорошо. Вот место, в котором человек будет чувствовать себя великолепно. Это Божий план, чтобы человек был в семье. Ну тогда вопрос, почему мы, как люди, нарушаем этот Божий план, когда создаем семьи, по прошествию некоторого времени, я вижу, семьи разваливаются. И люди говорят, нет. Они говорят, Божья воля неправедная. Человеку нехорошо. в душе... ...разрушается впоследствии. И если раньше церковь могла похвастаться тем, что в церкви крепкие браки, то сегодня, к сожалению, друзья, эта ситуация изменилась. И мы видим все больше и больше разводов среди верующих людей. Сегодня верующие люди практически разводятся так же, как и разводятся неверующие. И дело доходит до абсурда, когда пастора, те, которые должны являть пример, являть пример для других в церкви, они так же разводятся со своими женами и остаются при этом в служении. Может быть, и случилось так. Бывает. Всякое бывает. Но лучше бы этого не было. Что твой брак, он по швам треснул и разлетелся. Но если это произошло с тобой, как с пастором, ты обязан уйти со служения. Ты обязан оставить. Потому что не имеешь никакого морального права оставаться в этом служении. Но я вижу, как люди оправдывают себя. Как люди говорят, что, ну вот так случилось. Мы не сошлись характером. Что мы скажем Господу, когда придем? Слава Богу, что Бог пришел в мою жизнь. Или я пришел к Богу. И оттуда начался путь моего счастливого брака. И знаете, что я увидел? Что за это время, которое мы прожили вместе, вот 6 марта у нас с Мариной было 25 лет совместной жизни. Я считаю, что это нормальный срок. 25 лет. Знаете, что я сегодня констатирую для себя? Я ее люблю больше и качественнее, чем было это в начале. Вот это слово качественнее. Моя любовь, она не эмоциональная сегодня. Как многие, которые женятся на зайках, на рыбках. В птенчиках. А потом разводятся с козлами, с коровами, со свиньями. Это эмоциональная любовь. Страсть, которая пылает. А моя любовь сегодня другого качества. Другого качества. И когда я смотрю на такую ситуацию, я задаю вопрос, почему же люди, знающие Божью волю, о том, что двоим лучше, о том, что Божья воля – это семья, они приходят все-таки к моменту развода. И я отвечаю на этот вопрос раз за разом следующим образом. Они не того ищут в браке. Они не того ждут в браке. И когда мы читаем эти слова, которые написал Соломон, мы видим, что он в них ориентирует нас, что мы должны искать в браке, для того, чтобы наш брак, наша семья, она была крепкой и нерушимой. И первое, о чем он говорит, царь Соломон о чем говорит, он говорит, что нам надо понять, что в семье есть доброе вознаграждение в труде. В семье есть доброе вознаграждение в труде. Друзья, семья – это прообраз отношения Бога и Церкви. И мы находим это в Священном Писании. И человек, научаясь взаимоотношениям с супругом, может постепенно достигать истинной сущности небесной любви и совершенствоваться в этом направлении. Потому что Слово нам говорит, чтобы мы, это 1 Коринфянам 14 глава, достигали любви. Не просто пребывали в любви, а достигали, чтобы мы не только достигали, но и возрастали в любви. И когда мы находимся во взаимоотношениях с супругой и супруги, мы тем самым тренируемся в том, чтобы возрастать в любви, чтобы достигать любви. И доброе вознаграждение в этом, знаете, в чем является? В том, что мы уподобляемся через это Иисусу Христу. Мы становимся подобными Богу. Потому что каждый из нас ищет того, чтобы Его любили. Но кто не хочет, чтобы Его любили? Каждый из нас, и я в первой, который хочет, чтобы меня любили. Мы страдаем порой от безответной любви. Есть даже такое понимание, безответная любовь. Это страдание. И когда мы не видим ответной реакции, а особенно при том, когда стараемся, что-то даем человеку, что-то вкладываем в человека, что-то привносим в нашу семью, мы стараемся, а в ответ ничего не получаем. Мало того, что любви не получаем, элементарного спасибо не слышим в свою жизнь. И мы говорим, он не только не любит, или она не только не любит, он еще и мне не благодарен. И нас это огорчает. Но знаете, в Боге все работает совершенно по-другому. В Боге вознаграждение получает тот, кто не принимает любовь, а отдает ее. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. Он возлюбил нас тогда, когда мы были этого совершенно недостойны. Кто из нас был достоин? Никто, но Бог возлюбил нас. И вот когда мы помещены в семью, мы порой любим ни за что. Самое лучшее любить ни за что. Потому что если женщины, они завлекают мужчины своими телами или своей красотой, то чем ты завлек, тем ты и должен потом удерживать этого мужчину. Не удержишь, потому что женщина-персик со временем превращается в женщину-курага. Наши тела ветшают, как бы вы ни мазались, как бы вы ни хотели. Наши тела ветшают. Это хижина, которую однажды мы скинем. Так же и мужчина. Если мужчина пытался завоевать женщину своей крутостью или своим кошельком, или толщиной кошелька, то приходят времена, когда этот кошелек перестает быть толстым, друзья. И тогда, если ты ее завоевывал своими финансами, и она увидит, что ты остался без них, она оставит тебя и уйдет от тебя. И каждый из нас, он ищет, чтобы сам, самому быть любимым. Но нам нужно переориентироваться. Нам надо начать самим давать любовь. Ибо не через то, что мы получаем любовь, мы познаем Бога, а через то, что отдаем любовь, мы познаем Бога, друзья. Получая через это добровольное вознаграждение, которое превращает нас в образ и подобие Божье. Божье. И в семье как раз самая хорошая атмосфера учиться тому, чтобы отдавать свою любовь тому, с кем ты живешь или тем, с кем ты живешь. Это и включая детей. Вот почему я противник того, чтобы дети рано уходили из семьи. Они попадают под ту притчу блудного сына, который взял часть своего имения, ушел и растратил. Да, им может быть хочется самостоятельной жизни, но когда они выходят из семьи, они же, знаете, что перестают делать? Перестают учиться любить. И они берут эту часть наследия, которую получили в семье и растрачивают ее. И потом, когда создают свою семью, им приходится вспоминать азы или начинать заново. Поэтому, дорогие родители, если есть возможность удерживать свою семью, пусть эта возможность остается до последнего момента, чтобы человек переходил из одной семьи в другую семью. Понимаете, внутреннее несогласие с теми устоями, которые есть в его семье, оно приводит его к тому, чтобы убежать из нее. Как я ожидал, что придет время, я создам свою семью и в ней будет совсем по-другому. Но парадокс заключается в том, что я начал переносить, делать перенос со своей семьи в свою новую семью. Не хотел, а получал. Не хотел, а получал. Почему? Потому что там все было неправильно. Поэтому создайте хорошую семью, чтобы ваши дети, они видели любовь между вами, чтобы ваши дети, они купались в этой любви, они пребывали в этой атмосфере, чтобы им самим не хотелось уходить из дома. Самая большая похвала для меня, как для родителей и для Марины, считаю тоже, когда наш ребенок дома сидит и мы его сами выгоняем на улицу, нам уже даже, знаете, как-то страшно, что он дома-то сидит. Иди погуляй, сынок. Иди с друзьями пообщайся. Он говорит, а мне и дома хорошо. И я, как отец, сначала так немножко переживал, а потом думаю, слушай, но это же мне похвала. Как родителям, у него нет вот этой давящей атмосферы на него. И он дома чувствует себя хорошо. Вот так мы должны чувствовать тоже. Поэтому, друзья, нам нужно научиться дарить любовь друг другу, потому что в этом есть доброе вознаграждение. Мы преобразовываемся именно через это в образ нашего Господа Иисуса Христа. Второе, что я вижу в этих словах и что должно присутствовать в нашей браке, что мы должны искать в нашем браке, в семье мы учимся быть надежными помощниками. Ибо если упадет, написан один, то другой поднимет товарища своего. Вначале, когда я читал эти стихи, я думал, что они про дружбу в большей степени касаются. Но потом там есть такая фраза, которая говорит, если лягут двое, я понял, что это никак дружбы не касается. Может быть, европейской дружбы это касается, когда там двое ложатся. Но у нас нет. Я понял, что это касается семьи. И здесь написано, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. И в этих словах я увидел, что муж и жена в браке должны стать друзьями, должны стать товарищами. При этом оба супруга должны помогать друг другу, потому что они не просто зарегистрировали свой брак, а они стали друзьями. Вы знаете, я сегодня с уверенностью могу сказать, мой лучший друг, это моя жена, не обижайтесь, пожалуйста, кто рядом со мной, но это на самом деле так. А она мне, знаете, иногда оскорбительна, но она так говорит, а ты моя лучшая подружка. Я говорю, ну давай друг, давай без подружки, давай друг, ты мой лучший друг, лучше звучит, да, чем подружка, как-то не то. Но я понимаю, что она вкладывает в эти слова, и она сама говорит, и для меня это честь, которая поднимает меня, она ни с кем не может поделиться тем, что делится со мной. И я говорю, вау, я смог стать ее другом, я смог стать ее товарищем. И для того, чтобы мы были способны поднять того, кто упал, вначале надо заметить, что он упал. проблемы в браке заключаются в том, что мы не видим этого момента падения наших супругов. Потому что, когда они начинают себя вести не так, как бы нам хотелось, нам кажется, что они выстают против нас, нам кажется, что они нарочительно что-то пытаются сделать в отношении нас такое, чтобы нас оскорбить, чтобы нас унизить, чтобы нам привнести боль в нашу жизнь. но на самом деле человек мог упасть, упасть в своих силах духовных, своих физических, быть расстроенным внутри себя. А мы, как супруги, находящиеся рядом, из-за того, что мы давно не друзья, из-за того, что мы давно не товарищи, из-за того, что мы не живем одними ценностями, одними делами, мы упустили этот момент. И мы вместо того, чтобы помочь своему супругу или супругу... Субтитры создавал DimaTorzok